Итак, продолжаем. Вот что у меня получилось после того, как мы вышли с вами первый цветок. Вышивали мы вот этот, который смотрит в бок. И вместе с вами сделали вот такой бутончик. Этот цветок вы должны были сделать сами. Я вам показала, как сделать серединку. Здесь еще по краю я прошила колониальными узелками другого цвета. Нитки называются тулип. Они более такие блестящие. Это более матовый внутри ирис. Вышивала лепестки точно так же, как и на цветок боковой. Но только последний ряд я сделала коротенькие стежки и сильно их не затягивала. И поэтому последний ряд у меня получился вот такой объемный. То есть здесь ничего сложного нет. Сейчас мы вышиваем вот такие цветочки, которые похожи на колокольчики. Значит, серединка вот этого цветка, внутренняя часть, она беленькая. Мы будем вышивать лентой 12 мм у молочного цвета. И окрашки вот эти мы будем вышивать голубой ленточкой, которую я красила сама. Итак, начнем сначала вот с этой белой серединочки. На конце сделали плоский узелок. И начнем прям вот с основания цветка, потому что как бы вот полностью весь наш цветочек, вот эта часть нашего колокольчика, будем называть его так, она у нас беленькая. Расправляем его. И первую ленточку заводим. Вот. Смотрим вот по краю. Выходим на край и здесь на край. Где-то вот в этом месте делаем прокол. Мы делаем обычный стежок. Это не ленточный, то есть не в ленточку, а просто в саму ткань. Пропускаем нашу ленту, расправляем ее, чтобы она не закручивалась. Мне все-таки нравится, когда лента на блестящей стороне. Как бы особо не будет сильно видна, но тем не менее, вот так. Теперь сделаем с другой стороны. Вот здесь вот с краешку выводим нашу ленту. Кстати, смотрим, чтобы она была ровненькая. И выводим ее опять же. Подправим немножко. И выведем ее опять в основание. Практически туда же, откуда начинали. И последний стежок выводим опять где-то по центру, чуть-чуть ниже. Можно взять вот так. К основанию. Расправляем. И между вот этими двумя лентами здесь уже можно сделать ленточный стежок. Вот так в ленту. Но сильно не затягивать. Сильно ее не стягивать, чтобы краешек был не острый. Не такой острый. Вот так. Вот что у меня получилось. Все, больше мы не трогаем. Мы сейчас эту ленточку уберем. Вот так. И пока она нам не будет нужна. Теперь мы уберем. Так, сейчас я немножко. Так, решила немножко, чтобы лента не выскочила. Потому что я что-то очень короткое ее стригла. Стригла. Теперь берем голубую нашу ленту. Также делаем плоский узелок. Подгибаем ее в конце. И пропускаем полностью всю ленточку. Вот. И получается у нас вот такой малюсенький узелочек. Плоский. Все. Он совсем не толстый. Но он у нас не вылезет. И начинаем вот отсюда. Вот здесь вот удобнее всего. Значит, выводим отсюда ленту. И вокруг ее будем стежками укладывать. Расправляем ленту. Я использую все-таки лицевую часть ленточки, которая блестит. Вот. И обычным стежком, вот в серединочку нашего, здесь вот уже нарисованного лепестка, вывожу ленту и расправляю ее опять же аккуратненько. Вот так подправляем ее. Идем дальше. Здесь все равно, откуда выходить. Или отсюда, или отсюда. Расстояние практически одинаково. Что донизу, сверху донизу, что сверху до середины следующего лепестка. Поэтому я буду все лепестки, оставшиеся, делать просто вот здесь вот с основания. Здесь придерживаю немножко первый лепесток, чтобы он у нас не упал. Но здесь у меня ленточка легла, в принципе, изнаночной стороной. Пусть она будет изнаночной стороной, потому что лепестки должны быть разные. Они будут как бы матовые и глянцевые. И от этого они будут смотреться только лучше. Вот второй лепесток. Мы его придерживаем и кончики немножко подтягиваем. Но тем не менее, наш краешек должен остаться красивым. Выводим. Главное не попасть в ленточку беленькую. Потому что когда мы попадаем, нам очень сложно вытащить путь ленту. И стежки белые можно поранить, испортить. Вот что получается. Потом можно взять мононить. И, в принципе, вот эти все беленькие ленточки, краешки, можно подшить, чтобы они были более не видел. Более аккуратно смотрелись. Это можно делать сразу или уже в конце работы. Сразу взять мононить и пройтись по всем цветочкам, где это необходимо будет. Вот нам здесь вот уже с края осталось не так много лепесточков. Вот последний лепесток, который нам виден на схеме, мы уже вышили. И теперь нам нужно аккуратно вышить. Далее вот мы прокалываем. Здесь вот. Видите? Вот. Прокололи. Вот так по кругу нам нужно эти лепесточки уложить. Мы прокалываем сам лепесток беленький. И делаем такие же лепестки, голубые. Вот. Второй. Здесь уже более пышными их надо делать. И последний третий сейчас делаем. Где-то вот тут он у нас будет. Отправляем. Можно даже здесь лепесточек один сделать вот с проколом. Давайте сделаем. Все-таки здесь, наверное, нужно будет нам подшить на нитью. Вот как бы такой колокольчик у нас получается. Вот. Сейчас показываю вам. Вот так он выглядит. Можно будет потом еще здесь какие-нибудь небольшие тычиночки в него сделать. Итак, мы переворачиваем и обстригаем нашу ленту. Итак, берем теперь зеленую ленту, выкалываем в основание цветка. Вот так здесь аккуратно вытаскиваем. Расправляем. И выкладываем. Прямо с одной стороны так до начала голубого лепестка крайнего. И вкалываем вот в край ленточки. В краешек ленточки не по центру, а в краешек ленточки. Аккуратненько подкручивая нашу ленту. Мы пытаемся ее вывести на обратную сторону. Вот так. Здесь слегка придерживаю. И чуточку вот тот край, этот наш край, чуточку вот с этой стороны вот так закручиваем. Вот так. С одной стороны, видите? То же самое нам нужно сделать с другой стороны. Мы берем эту же ленточку. Вот сюда ее опять к основанию. Выводим, расправляем ленту. Укладываем прям-прямо вот. Вот так у нас по краю белой ленты колокольчика нашего. И здесь вот у верхушечки край прям вкалываем. Вот так. Нашу иголочку подкручивая аккуратно выводим наизнанку. Вот. И давая ленточке немножко вот так раскрыться. Вот. Таким образом. Сейчас потяну немножко ткань. И вот таким образом мы с вами сделали верхний чашелистик. Теперь сделаем стебелек. Вывозим ленточку опять к основанию. Теперь наша задача ее скрутить в стебелек. Делать стебелек из нее. У него вот такой вот до сих пор. И выводим его. Можно даже вот вколоть ленту в средину. И вывести наизнанку. Вот так. Вот так. Теперь берем. Здесь же выводим. Чуть выше на 2 мм. Выводим ленту. Вот. Мы ее немножко сворачиваем. Вот так. Даже можно еще вот так. Вот. Чтобы она была объемная. И вкалываем. Делаем вот такой лепесток. Придерживаем краешек. И подтягиваем его. Вот. Делаем кончик остреньким. И немножко расправляем. Вот такой объемный листик у нас получился. Такой же листик мы делаем и с другой стороны. И можно... Сильных перетяжек не было. Здесь вот отречь. Можно даже немножко кончик прижечь. И сделать листик с другой стороны. Можно сделать несколько листиков. Опять же, смотрите. Мы выводим. Немножко поворачиваем листик. Вот так. И... Где-то... Вот. Панцы по центру. Ближе к центру. То есть мы перегнули лепесток... Листик. И положили его прямо. И выводим сквозь ленту эту же. Наизнанку. Можно придержать немножко. Делать вот таким остреньким. Подтянув его. Вот. Видите? Он вот так выгибается. Вот такой вот лепесток можно сделать. Можно сделать два лепесточка вот здесь. Два листика. Вот один листик выведем вот отсюда. Опять его вывернем. И проколем. Вот так. И второй листик сделаем рядышком. Так как большая рама, мне очень тяжело показать вам обратную сторону. Поэтому я прижигаю ленту и не показываю вам. Вот. Выводим. Лепесток сюда. Вот что у меня получается. Вот. Теперь можно сделать... Вот здесь вот рядышком идет бутончик. Поэтому мы отсюда выведем ленточку нашу. Вот он бутончик. Вот видите бутончик. Вывели ленточку. Вот так. Скрутили ее. Вот так. Проложили. Вывели наизнанку. Вот. И теперь можно сделать... вот еще здесь вывести ленточку. Делать вот эти листики. Я слегка проткнула ленту еще раз. Делаю второй стебелек для листьев. Выводим наизнанку ленту. Придерживая ее по основанию. Теперь нам нужно из оставшейся ленты сделать столько листьев, сколько у нас получится. Теперь выводим на лицо. Расправляем. Делаем ленточный стежок достаточно свободный. Один. Теперь с этой стороны. Делаем второй листик. Рядом выводим. Ту ленточку, что осталось. Вот так. Наизнанку ее сразу. Сначала обстригаем ленту. Ее немножко прижигаем. Прижигаем. Вот так. Придерживаем немножко по самому краю. Слегка. И расправляем теперь лепестки, которые у нас образовались на лице. Что касается бутончика, мы его вышиваем белым цветом. Белыми. И маленькими ленточками, узенькими. Вот такими. Где-то шириной 3 миллиметра. Мы проходим рядом с бутончиком. Вот так. Делаем один стежок, второй стежок, третий и четвертый. Таким же образом, в подобии, мы вышиваем и цветок такой же, который смотрит на нас. Здесь вам придется определить серединку. Срединку делаете цветка. Здесь как бы будет большая тычинка. Она будет не по центру идти, а немножко вы ее делаете с краю. И вот эти части вышиваем белой лентой. А ленту можно взять либо такую, которую мы брали, 12 миллиметров. Либо поуже, как вы хотите. То есть здесь вот она идет, вот примерно точно так же вот вышивается. И потом вот голубые у нас, голубая лента с голубыми кончиками лепестков. Все. Здесь вот такого линеного, ничего как колокольчика не видно. И вот эти вот листики мы также можем вполне здесь вышить.